Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Семейный доктор» телеканала современной гуманитарной академии. Рад приветствовать вас и, как всегда, пожелать вам здоровья. Начиная сегодняшнюю передачу, вот эту вот сегодняшнюю последнюю передачу, я хотел бы вас предупредить, друзья мои, я сегодня не смогу отвечать на ваши вопросы после передачи. Ну, такой редкий случай, вы уж меня извините. Но так складываются дела, я должен буду сразу после эфира срочно уехать. Напоминаю, что телефон нашего прямого эфира и тот телефон, по которому вы звоните, 727-12-49. Я хотел бы вам, начиная сегодняшнюю передачу, напомнить о трех основных принципах нашей системы. Нашей системы. Меня почему я об этом, так сказать, говорил вот сейчас? Потому что у меня так сложилось ощущение, что у вас всего, у вас сложилось какое-то такое, начинают меняться, как это, координаты, что ли, самой программы. Вот это вот вопрос очень серьезный, меня он тревожит. Тревожит почему? Потому что мы с вами должны помнить. Алексеев это или не Алексеев, или Болотов, или Шаталова, или Чумак, или, так сказать, я не знаю, кто еще. Понимаете, никто вас никогда не вылечит. Вылечить, поставить себя на ноги, поставить себя на ноги, вернуть себе здоровье можете только вы. Врачи, доктора, хорошие специалисты. И я в том числе, так сказать, я могу быть только вашим помощником. Вот это очень важно. Я могу быть только вашим помощником, помогать вам построить программу, так сказать, начать с этого эпизода или с этого эпизода, в зависимости от той ситуации, в которой вы, так сказать, находитесь. Потому что ведь масса, ведь вот я говорю о том, что сегодня максимальное, огромное количество людей находится в ситуации такого хронического иммунодефицита, бытового хронического иммунодефицита. Понимаете? Иначе не было бы у нас с вами проблем ни с гриппом, так особых, ни с какими-либо другими инфекциями. Понимаете? Но очень большое количество людей в ситуации находится, когда сама активность, сам характер иммунных реакций в нашем организме оказывается измененным. И при аутоиммунных заболеваниях некоторых, например, так сказать, вот в ситуации красной волчанки или склеродермии, да, может быть совершенно иной ответ. Вот там даже использования иммуностимуляторов не должно быть, потому что оно приведет к резкому ухудшению ситуации. Поэтому вот во всех этих вещах надо разбираться. Надо разбираться вашим врачам в первую очередь, которые должны о таких вещах вас предупреждать. Из любой ситуации, я подчеркиваю, из любой ситуации можно выйти, если не на 100%, но по крайней мере, можно значительно облегчить собственную жизнь. Мало того, облегчить, помочь вашему организму уже вот как бы в этой адаптированной форме чувствовать себя очень хорошо. Помните, пожалуйста, об этом. А для того, чтобы это случилось, нам нужно размочить организм, убрать вот эту безумную сухость. Мы все время забываем, что мы с вами не твердые, а жидкие. Нам нужно наладить работу желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому я почти у каждого спрашиваю, каково состояние вашего кишечника, вашего желудочно-кишечного тракта. Это второй момент. Третий момент. У каждого спрашиваю, а как у вас почки и как у вас происходит, извините, выброс вот этих самых шлаков другим путем. Понимаете? Вот эти три базовых момента, которые мы всегда должны учитывать и говорить о том, что у меня больные суставы, и я никак не могу их вылечить и забывать при этом, что у вас категорически не работает кишечник. А значит, просто насмерть полетел водно-солевой обмен. Понимаете? Это значит, не понимать, что не вылечив, не поставив на место, не нормализовав работу кишечника, вы ничего не сделаете с вашими суставами. Это же факт. Это понятно должно быть вам. Именно ради этого мы и делаем эту программу, чтобы вы понимали, что все во взаимосвязи. Вот это. Теперь третий, четвертый момент очень важный. Запишите, это вот как бы та лесенка, по которой мы должны с вами идти. Это состояние сосудистой системы. Потому что сердце больное, ишемическая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт – это вовсе не заболевание мозга или сердца. Это заболевание сосудистой системы, которое привело к тому, что у кого-то случился инфаркт, у кого-то стенокардия, у кого-то ишемия, у кого-то инсульт или у кого-то начинает развиваться кардионевроз или кардиосклероз. Понимаете? Атеросклероз – это не заболевание сердца, избави бог. Это мы привели себя в такое состояние, при котором, прошу прощения, так сказать, у нас больное сердце, больные легкие, больные органы. Понимаете, не может быть места болезни внутри нас, если организм справляется с внутренней эндогенной, как говорят, интоксикацией, зашлакованностью. Если кровь, наша нормальная кровь, нормальной текучести доходит до самого дальнего участка нашего тела, к самой последней мельчайшей клеточке нашего тела, подходит нормально к каждому органу, печень, почки, там поджелудочная, желудочно-кишечный тракт, 12-перстная кишка, питаются нормально, клетки питаются нормально, то есть кровь приносит им достаточное количество питательных веществ кислорода, тогда нет места болезни. Тогда не может быть панкреатита, тогда не может быть холецистита, тогда не может быть этих вещей. Мы с вами, самой системой саморегуляции в организме, застрахованы от этих вещей. Вот почему в первую очередь надо думать не о том, чтобы лечить гепатит С, а нужно лечить совершенно другую вещь. Не лечить, помогать организму восстановить свою систему самообороны. Потому что смотрите, что происходит сегодня. Человек получает колоссальную совершенно нагрузку вирусную, атаку, скажем, гриппа, болеет, чихает и все, куча таблеток и куча всего. Организм реагирует на это самыми простыми вещами. У него даже, так сказать, нет сил для того, чтобы температуру поднять тело. Понимаете? Вот эта вот субфибрильная температура 37.1, 37.2, 37.3, это ведь крик вопиющего в пустыне, крик нашего организма в пустыне. И мы его не слышим категорически. А веселку 37.1, 37.2, 37.3 при достаточной вирусной атаке, это ничто. А мы должны с вами помнить, что повышение температуры крови или температуры тела хотя бы на 1 градус повышает санирующие антибактериальные, антивирусные, антитоксические возможности организма в 10 раз. А мы с вами что делаем? Вот она, цепь-то, она складывается очень просто. Нам нужно восстановить кровоток, восстановить сосудистую. Это замечательно делают скипидарные ванны. Но современного человека настолько тяжелая ситуация в организме, что говорить о том, что вот сразу делаете скипидарные ванны, я, например, скажу, очень небольшому количеству людей, ну, процентов 30 максимум, людей, которые могут сразу начать делать эти скипидарные ванны. Понимаете? Процентов 30 максимум. А всем остальным я вначале начну говорить о том, что надо, дорогие мои, вначале поправить дело с кровью, с лимфой, чтобы эти жизнеобеспечивающие целиком ткани в нашего организма, а кровь – это ткань, жидкая ткань, чтобы эта жидкость двигалась как надо, циркулировала как надо, нигде не встречала препятствий, чтобы не было никаких тромбов, никаких плотин, никаких перегородок на пути, никаких сужений, то, что называется стенозом. Понимаете? А вот это мы можем с вами сделать только в одном случае, когда мы начнем достаточное количество воды давать, когда очистим организм и разгрузим его, разгрузим его. Это очень важно, потому что шлаки – это не какие-то там мифические лишние соли безумные, и каловые камни, там килограммы, про которые говорят. Не это дело. Шлаки наши, токсины, от которых надо освобождаться – это продукты жизнедеятельности чужеродных, патогенных микроорганизмов, которые живут у нас, и продукты жизнедеятельности наших же клеток, наших же клеток, нашего организма. Ведь каждое мгновение внутри нас умирают и заново рождаются миллионы клеток. Но вот эти миллионы белковых образований, они отмерли, вот каждое мгновение отмерли, отмирают. Они же куда-то должны деваться, организм их утилизирует. А в результате мы и получаем вот тот уровень продуктов распада белка, расщепления белка, понимаете, от которого и надо освобождаться. Так значит, вода, очищение организма, разгрузка его, приведение в порядок, хотя бы на уровне быта нашей вегетативной нервной системы, что делают, кстати сказать, водно-солевые ванны. Хотя бы включить режимы рефлексотерапевтические, а это делают вот те самые фитоэкстракты скипидарные вместе с солевыми ваннами. Вот о чем надо думать. Ведь проблема не в том, не можем мы найти лекарство, которое бы вылечило нашу болезнь. Не можем, к сожалению. Нет такого лекарства, которое бы вылечило хотя бы одну болезнь до конца. И те, кто хронически больнее, прекрасно это знают, у которых вот такие мешки лекарств дома, и все они принимаются так или иначе, килограммы препаратов, которыми мы питаемся уже лекарствами. Уже лекарственные болезни, уже лекарственные аллергии. И никак не можем понять, что у нашего организма есть все для того, чтобы стать здоровым. Дайте ему эту возможность. А эта возможность в достаточном количестве воды, в нормальном очищении организма, в состоянии крови реологическом, в состоянии лимфы реологическом. Понимаете? В состоянии нашей передающей вегетативной нервной системы симпатической, парасимпатической. Понимаете? А скепидарные ванны – это мощнейшее оружие, физиологическое оружие, которое, по сути, как хирургические ножи, как хирургический нож, прорабатывают сосудистые ложи, восстанавливая биение каждого из миллионов сердец, которые у нас бьются. У нас ведь не одно сердце. Не одно. У нас миллионы сердец. Потому что у каждой клеточки есть эти сердечки, которые бьются, это и есть капилляры. Вот те самые капилляры, которые питают и очищают клетку. Они должны вот так пульсировать для того, чтобы это питание и кислород, которые поступают в клетки вместе с плазмой крови, понимаете, поступили в нее. Они должны работать. А мы живем с вами в дизритмическом состоянии, когда большая часть наших сердец не работает. Почему так важна роль капилляров? Вот у меня, так сказать, такое замечательное письмо лежит, я вот только что сейчас прочитал его, в котором написана история человека, который и спортом занимался, и все у него хорошо было в свое время. Да, и, так сказать, и вдруг начались сбои ритм. Причем и методики оздоровительные, и все, так сказать, это человек, который вел по-настоящему здоровый образ жизни, активный здоровый образ жизни. И вдруг аритмии. Аритмии, с которыми не может справиться ни одна клиника. А тут аритмия-то определяется не состоянием сердечной мышцы, а состоянием вот тех самых капиллярных сердечек общего вот этого ритма жизни организма. Вот его надо восстанавливать. А это и есть те самые скепидарные ванны, белые в данном случае, в большей степени, чем желтые, но скорее смешанные желто-белые и белые. Вот и все. Каждый раз, проходя первый этап, второй этап, третий этап, четвертый, пятый, десятый нашей программы, мы все время ставим перед нашим организмом задачу. А он-то точно знает одну удивительную вещь. Он-то точно знает, что ему вот здесь, в этой ситуации предпринять. Мы ему не можем продиктовать ничего. Ничего. Мы только уродуем ему жизнь. Сами. Понимаете? Он знает точно. Значит, вы начали пить воду, ему легче стало. У него есть возможность убрать те наносы ила, которые мы в себе накопили. Мы сменили характер питания, убрали лишние ведра еды, килограммы и тонны. Понимаете? Перешли на легкий режим, почти голодный. У него есть возможность разобраться с этими отходами и утилизировать их, те же самые белковые отходы. Утилизировать часть, пустить в дело, часть выкинуть. У него есть такая возможность. Вот тут-то и срабатывают те самые механизмы саморегуляции, без которых мы жить-то не можем. Понимаете? А раз мы это сделали, все. Изменилось состояние крови. Кровь стала другой. Она стала более текущей. Это уже не смола, вяло текущая по трубам, водостов, этого самого канализационного. Понимаете? Это кровь. Это та энергетика, это та как бы субстанция жизни, которая и пронизывает каждого из нас. Доставать должна каждую клеточку. Вот мы и начинаем потихонечку доставать каждую клеточку. Но если та же больная поджелудочная железа получает достаточное количество питательных веществ, биологически активных соединений, ферментов, коферментов, солей, воды, кислорода, так, милые мои, она сама станет здоровой. Потому что мы же не должны с вами забывать один удивительный процесс, о котором мы все начисто забыли. Ведь каждая наша ткань, каждая мышца, каждый орган, мы целиком обновляемся ежегодно. Понимаете? Ежегодно все наше тело отмирает, и все тело наше, как из птицы феникса из пепла, восстанавливается. Вот в чем дело-то. Только смотрите, кровь у нас, каждый человек, каждые сутки умирает, и каждые сутки обновляется. Каждые сутки. Печень у нас каждые полгода как бы умирает и начинает жить заново. Так вот, если печень здорова, и клеточки, которые появляются новыми, они тоже здоровы. К сожалению великому, каждая клетка наша обладает памятью. Памятью по тем проблемам и по тем ситуациям, которые возникли у нас в организме, и конкретно в этом органе. Именно поэтому решать проблемы здоровья нельзя. За час, за два, за неделю или за что. Нельзя. Понимаете? Надо дождаться и родить себя, вот вычистить себя, поставить на ноги. Дать возможность вашей крови поработать, дать возможность вашей иммунной системе поработать. Вам дать возможность поработать вот этому механизму, который содержится вот тут, вот в этой вот клеточке, которую мы с вами достаточно долго разбирали и смотрели, что же это такое. Вот она, эта самая клеточка. Дать ей возможность поработать как следует. Почему? Вот он, вот он. Память жизни-то где наша? Память жизни. Вот она, вот она вся клетка одна, а вот она память жизни. Вот если все здесь у нас чистенько, хорошо и прекрасно, вот отсюда идет сигнал на восстановление. Да? Начинают как бы формироваться те процессы, которые делают нас здоровыми. Понимаете? Вот ведь какая штука-то. А мы все ищем лекарств. Лекарств от... Лекарств от чирия, лекарств от коленки, лекарства от уха, лекарства от носа, лекарства от глаза. А таких лекарств нет, они есть только в нас. Потому что только наш организм знает по-настоящему, что надо сделать для того, чтобы эта ситуация, которая сложилась у нас, стала доброй по отношению к нам, чтобы мы были здоровы. Понимаете? Это принцип биорезонансной терапии, который мне невероятно нравится. Тогда, когда учитываются необходимости организма. Необходимости. При... При... Если такая, так сказать, необходимость существует, то можно в эту терапию внести и... Я почему об этом говорю? Добью резонансной терапии. Знаете, есть такой пример хрестоматийный, который довольно часто приводят, когда говорят о резонансе. Вот идет рота солдат по мосту. И не приведи Бог. Ритм их шагов совпадет с ритмом колебаний моста. Все знают прекрасно, что мост рухнет, он разрушится и рухнет. Но ведь можно добиться так, чтобы вот эти колебания, вот этот самый резонанс служил не злу, а добру. Есть понятие синергичности. Что это такое? Это тогда, когда каждый орган, каждая система, каждая клетка работает со-ритмично, со-размерно, в сотрудничестве со всеми остальными. И тогда получается вот тот самый удивительный момент непередаваемой вольности внутренней и свободы, потому что ничего не болит. Понимаете? Не надо беспокоиться каждый день о том, что ах, у меня вот это, ах, у меня вот это, ах, давление 200, ах, давление 280, ах, давление 90-80. Понимаете? Организм все умеет делать. Наша программа дает возможность ему сделать то, что надо сделать. Понимаете? Если бы мы с вами, вот есть такое заболевание страшное, и, к сожалению, вот как-то рецепта пока не находится. К нему называется это заболевание рассеянный склероз или второй, еще одно такое же, амиотрофический боковой склероз. Когда человек живет, и у него, так сказать, так медленно, потихонечку отказывает одна система, другая система, третья и так далее. И, к сожалению, официальная медицина ничего не может сделать. Ищутся какие-то лекарства, это что происходит? Нет. Но я, например, знаю, что однажды удалось это сделать. Это было очень давно, когда два молодых человека, у которых только-только начался этот процесс, еще не зашел далеко, удалось восстановить на долгие годы жизни. И одна эта девочка до сих пор, уже давно мамой сама стала, она до сих пор здорова. Понимаете? Главное, тогда вот нашелся этот путь, при котором дали возможность организму решить эту проблему, убрать эту ненормальность. Можно пытаться и сегодня это делать. Можно. По крайней мере, можно ждать устойчивой ремиссии. Я вот к чему вас призываю. Я почему об этом говорю? Да потому что, вот, понимаете, можно звонить и говорить, у меня вот приступ, у меня стенокардия, у меня ишемия, у меня это. А я все время сижу при этом думаю, Господи, ишемия. А значит, за этой ишемией наверняка больные почки, не очень здоровые. А за этой ишемией наверняка дисбактериоз уж точно, а уж если говорить там о всяких проблемах желудочно-кишечного тракта и 12-перстной кишки, точно. А что печень не очень хорошо, так сказать, выполняет работу детоксикации, потому что сам организм загружен уже до такой степени, что дальше ехать некуда. И я думаю про себя, а ведь нельзя вот этому человеку вот с самого начала дать те самые эскипидарные ванны. Можно резко ухудшить ситуацию и так далее. А вы все равно продолжаете искать бабку, чудодейку, которая, так сказать, сделает вам некое снадобие, которое поставит вас на ноги. Да и лучше бы, если бы это вообще за один день было. Понимаете, сказок и легенд на тему такого сумасшедшего в течение одного-двух дней выздоровления. Я слышал столько за 15 лет. Я видел такое количество экстрасенсов, часть которых ставила в тупик, по-настоящему ставила в тупик официальных, так сказать, представителей официальной науки. Но я ни разу не видел избавления от страданий. Ни разу. Да, в чем-то становилось лучше. Как-то человеку становилось тверже. Но проходило полгода, и все возвращалось на круги своя. По одной простой причине. Организму не дали возможность сделать себя здоровым. Вот в чем беда. Вот в чем беда. И у меня, вот лично у меня, вот я сейчас рассказываю вам это все. Думаю, ну вот мы в прошлой передаче разбирали позвоночник с вами. Смотрели, что же это такое за отец здоровья нашего здоровья. Что же в нем такого особенного? Что, так сказать, зачем мы должны за таким следить в позвоночнике? Понимаете? Оказывается, это, в общем-то, очень простая вещь. И надо ведь соблюдать не физические нагрузки, как принято говорить. Потому что физические нагрузки нам много чего могут сделать. Извините, никак не могу найти. Вот он. Понимаете? Вот посмотрите. Видите, какая пружинка всего-то. Смотрите, пружинка. Да, на которую, так сказать, опирается, извините, в среднем 75-80 килограмм веса. И вот эта вот пружина, да, человеческая, стержень человеческий, обеспечивает нам и целостность, и подвижность, и физическую активность. И так, чтобы каждая наша клетка работала, он обеспечивает. Разве дело здесь в том, чтобы надо поднимать пудовые гири? Да ему достаточно этих 80 килограмм. Разве дело в том, чтобы, так сказать, ломать себя или что-то? Не в этом, не в этом совсем дело. А вот помочь этой пружине сохранить свою устойчивость, гибкость, возможность вот так себя поместить, развернуть в пространстве, чтобы было все хорошо, вот это и есть наша неизбывная молодость. Вот я сейчас сижу перед камерой в студии, и смотрите, вот перед самым началом передачи я себя поймал на этом. Я делаю так. Вот только-только еще должна была, мы должны были с вами появиться в эфире. А я сижу вот так вот, и делаю так. Опа! Опа! Всего-то маленькое такое, так сказать, упражнение, маленькое, совсем не нагрузочное. Я растяну, растягиваю связочки позвоночные вот здесь, в основании шеи, и все хорошо, и нет проблем, и усталость куда-то уходит, и все. Я потяну аккуратно, мягко, не на силуя, а давая возможность организму чуть-чуть расслабиться, отрелаксироваться, восстановить кровоток, снять спазм. Нагрузкой это не делается. Помните, так сказать, я в одной из передач показывал вам одно упражнение. Я вам сейчас покажу его еще раз, и вы поймете, в чем вообще принцип этого дела всего. Замечательная гимнастика, которую в свое время предложил нам всем мир Закарим Нарбеков. Вот, скажем, упражнение для шейного отдела, шейного отдела нашего позвоночника. Смотрите, что я делаю. Вот можно делать упражнение так, да, и довольно часто нам показывают на физкультурных занятиях, да. Так, голову вниз, и раз, два, три, и так далее. А вот тебе лупи. И смотрите, как по-настоящему должно делаться это упражнение. Всего-то. Шея должна быть ровная, подбородок в исходном положении должен быть перпендикулярно шее, перпендикулярно позвоночнику. Дальше, смотрите, я не наклоняя голову, не наклоняя шею, поворачиваю подбородок, приближаю его вот к этой ямочке нашей, да, сюда подвигаю. И смотрите, что происходит с телом. А видите как? Позвоночник как бы сам, сам меня отстраивает в правильное положение. Я его дотянул подбородочек, не наклоняя шею. А дальше смотрите, я этот подбородочек тяну параллельно к груди, не вниз. Сейчас только тяну, только тяну, я ничего не дергаю, не луплю. Тяну аккуратно до момента появления боли. Боль свидетельство спазма, спастического состояния мышц шеи. Я подождал, остановился, я здесь подождал, ничего не отпуская, ни напряжения, ничего, не отпуская. Боль ушла через какое-то время, этот вот спастический узелок разошелся. И я потянул подбородочек дальше, раз, два, три, еще на миллиметрик. И потом медленно, нерезко отпустил. Вот если бы вы хотя бы три минутки каждый вечер делали это упражнение, правда, условие при этом такое еще одно, никогда не прерывать дыхание и в эту сторону, и в эту, у вас бы не было проблем с шейным остеохондрозом. Друзья мои, у меня остается ровно шесть секунд в эфире, посему я еще раз извиняюсь, но сегодня я не смогу отвечать на ваши вопросы, я должен срочно уезжать. Ну, до следующей субботы. Как всегда, здоровья желает вам программа «Семейный доктор». Спасибо. 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 Спасибо.